Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артём и в этом ролике мы поговорим о том, как подключить камеру к телескопу и, наконец, начать заниматься астрофотографией. Друзья, поехали! Итак, друзья, астрофотография является одной из двух главных составляющих в занятиях астрономии наряду с визуальными наблюдениями. И для того, чтобы начать делать снимки космических объектов, вовсе не обязательно иметь какой-то широкий ассортимент дорогих аксессуаров. Даже с самым простым оборудованием начального уровня вы уже сможете делать достаточно четкие снимки Луны и наиболее крупных планет Солнечной системы. Пожалуй, самым простым решением является специальная астрокамера, которая устанавливается в телескоп вместо окуляра. Наиболее универсальным и широким по возможностям вариантам будет подключение камеры со сменной оптикой к телескопу через несколько переходников. Именно об этом способе мы сейчас с вами и поговорим. Поехали! Итак, для подключения камеры к телескопу и создания снимков начального уровня нам потребуется всего три аксессуара. Во-первых, это Т-кольцо, переходник с байонетного крепления вашего фотоаппарата. Кстати, не ошибитесь с выбором соответствующего стандарта. АФ для Сони, Ка для Пентекс, микро 4.3 для Олимпус или Панасоник и так далее на резьбу формата М42. Вполне достаточно, если данное кольцо будет в самом простом исполнении без каких-либо электронных составляющих. С телескопом все равно не будет работать автоматический фокус и настройка диафрагмы, так как прибор их просто-напросто не имеет. Во-вторых, вам потребуется Т-адаптер. Переходник с резьбы М42 на баррель диаметра 1,25 дюйма или 2 дюйма. Стандартные посадочные диаметры. Для установки фокусировочный узел телескопа вместо окуляра. На приборы с нестандартными фокусировочными узлами, например, диаметром 0,96 дюйма, Т-адаптеры, к сожалению, практически не изготавливаются. Некоторые модели телескопов имеют встроенный Т-адаптер. В этом случае резьба М42 для установки камеры с Т-кольцом нанесена прямо на фокусер. Соответственно, отдельно данный переходник вам приобретать не придется. Третьих, вам точно потребуется линза Barlow. Аксессуар, кратно увеличивающий фокус на расстоянии телескопа, а следовательно и масштаб получаемых снимков. Без подобной линзы, особенно на приборах с коротким фокусным расстоянием, масштаб изображения будет относительно небольшим. И без нее вы сможете запечатлевать лишь протяженные участки звездного неба. Без детального отображения, например, крупных планет Юпитера и Сатурна, отдельных фрагментов Луны, малых по занимаемой на небосводе площади туманности и галактики. Сборка производится в следующей последовательности. Для начала освободим камеру от объектива. В нашем случае в качестве последнего через систему переходников будет выступать телескоп. После нам необходимо смонтировать Т-кольцо с Т-адаптером через резьбу формата М42. Соединение должно быть достаточно плотным, люфты недопустимы. Получившуюся конструкцию можно устанавливать на фотоаппарат через байонетные крепления. Совместите красные точки на Т-кольце и байонете камеры, а затем вкрутите адаптеры до щелчка. В таком виде фотоаппарат уже можно монтировать на телескоп и получать обзорные снимки на небольшом масштабе. Для получения же более детальных изображений, небольших объектов, используем линзу Барлоу. В нашем случае это недорогая, но добротная Селестрон Омни с увеличением 2 крата. Линза устанавливается абсолютно таким же образом, как и с обычным окуляром. Баррель Т-адаптера вставляется в корпус линзы и прижимается фиксирующим винтом. Опять же, лучше лишний раз проверить надежность соединения, чтобы не допустить случайного выпадения камеры из телескопа. В таком виде наш RIG полностью готов к установке. Не забудьте перевести камеру в ручной режим. Подключенный через переходные кольца телескоп является по сути мануальным объективом. Некоторые модели фотоаппаратов в автоматических режимах могут выдавать предупреждение о том, что объектив не установлен и отказываться работать. Так как телескоп лишен механизма переменной диафрагмы, управление камерой будет ограничено лишь настройкой выдержки и ISO. Более тонкая регулировка возможна с помощью дополнительных светофильтров, устанавливаемых в барреле линзы Барлоу или Т-адаптера. Для съемки Луны, пожалуй, наиболее универсальным вариантом станет переменный поляризационный фильтр, с помощью которого можно отсекать излишнюю засветку, не разбирая систему наших переходников и не вынимая камеру из телескопа. Устанавливается наше оборудование напрямую в окулярный узел телескопа. Если вы работаете с приборами линзовой или зеркально-линзовой оптической схемы, то есть рефракторами или маками Шмидт-Кассегренами, диагональные зеркала и призмы в такой связке не используются. Обязательно крепко закрепите прижимными винтами камеру в фокусере и попробуйте включить ее. Если вы не видите на дисплее видоискателей сообщений об ошибках и устройство получает изображение с телескопа, значит все настроено правильно и готово к работе. Для того, чтобы немного освоиться с управлением и принципами работы подобного рига, рекомендую в светлое время суток сделать несколько снимков и видео наземных объектов. В некоторых случаях хода фокусера может не хватить для получения резкого изображения. Тогда попробуйте ослабить крепежные винты и потянуть камеру на себя, как бы виртуально удлиняя вынос тубуса. Если таким способом вам все же удалось сфокусироваться, значит комплект переходников потребуется дополнить специальными удлинительными кольцами. Если же метод не помог, проверьте все элементы связки. Возможно, какое-то из соединений установлено под углом, из-за чего оптические оси фотоаппарата и телескопа оказались не совмещены. Итак, наше оборудование полностью готово к работе. В качестве камеры мы будем использовать старенький аппарат Sony Alpha 450. Объективом же нам послужит короткофокусный рефрактор SkyWatcher 126AZ3. Обзор на данный телескоп также есть на нашем канале. Перейти к нему вы можете по ссылке в углу экрана или в описании под видео. Ну а мы приступим к тесту. Первое, с чего стоит начать, конечно же, Луна. Самый яркий и доступный для новичков-астролюбителей объект на звездном небе. Естественный спутник нашей планеты можно запечатлеть даже самым простым телескопом, не тратя много времени на выставление настроек камеры. В нашем случае удалось записать полноценное видео Луны в достаточно хорошем качестве с отображением мелких деталей вдоль линии терминатора на значение ISO 400 с выдержкой 1,3 секунды. К сожалению, несмотря на наличие двухкратной линзы Барлоу, снять спутник в большем масштабе нам не удалось, ввиду проблемы, которые мы описывали ранее. Недостаточный ход фокусера и отсутствие удлинительных колец для ее исправления. Следующий объект нашего теста – Юпитер. Крупнейшая планета Солнечной системы. Визуально гиганта было видно достаточно хорошо, но увеличение 60 крат уже просматривались полосы на поверхности, а также 4 галилеевских спутника. Однако без пресловутой линзы Барлоу запечатлеть Юпитер на камеру удалось лишь в виде небольшого шарика. Кроме того, планета находилась достаточно низко над горизонтом, вследствие чего наблюдения затруднялись из-за атмосферной дисторсии. Настройки – около 400 ISO и выдержка, опять же, 1,3 секунды. Ну и конечный пункт на сегодня – фото дипскай объектов. В городской черте мы могли позволить себе фотографировать лишь яркие звезды, ведь из-за городской засветки практически не видны туманности и галактики, и такой звездой стал Альтаир. Несмотря на то, что визуально в этой области звезд, кроме основной, больше не видно, нам удалось запечатлеть, благодаря высокой светосиле прибора, большое количество тусклых светил рядом с Альтаиром. Как и в каждом другом случае работы с объектами дальнего космоса, для достижения подобного результата исходник пришлось обрабатывать в фотошопе, затенять фон основного неба и вытягивать яркость объектов съемки, исправляя эффект засветки. Настройки камеры ISO 16800, выдержка 2 секунды. Конечно же, выдержки могут быть куда длиннее, но для сохранения четкости изображения в таких случаях вам потребуется автоматизированная экваториальная монтировка для компенсации суточного вращения Земли. Что ж, друзья, как мы с вами смогли убедиться, даже на самой простой неавтоматизированной монтировке с помощью фотокамеры со сменой оптикой и даже самого базового телескопа вы уже можете начинать заниматься астрофотографией и получать весьма неплохие одиночные снимки Луны, а также Юпитер с его четырьмя наиболее крупными спутниками и Сатурна с его кольцами. Помимо этого, даже с таким простым оборудованием и ручной монтировкой можно делать очень красивые кадры ночного неба. Например, запечатлевать звездные следы на большой выдержке, в данном случае смазывание изображения будет вам только на руку и добавит художественности снимку. На высоких значениях ISO и средней выдержки можно попробовать запечатлеть наиболее яркие Deep Sky объекты. Несмотря на то, что они, возможно, будут не очень четкими, тем не менее, это бесценный опыт для новичка-астрофотографа. Таким образом, друзья, имея даже простую фотокамеру со сменной оптикой, вы без труда сможете расширить диапазон возможной работы с вашим телескопом и выйти за рамки визуальных наблюдений. Я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Также, друзья, давайте делиться информацией в комментариях под видео. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих роликов или вы просто хотите поделиться своим опытом астрофотографии, друзья, оставляйте все в комментариях, давайте общаться. Также напоминаю вам, что в описании под видео вы найдете промокод на скидку на покупки оптической техники в интернет-магазине Observer MSK. Друзья, покупайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok